Микс Ньюс Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Гость в студии у нас председатель правления общества зимних пловцов Латвия Сронес, Сарма Кочина. Доброе утро. Доброе утро. Говорим мы сегодня о моржевании, о зимних пловцах. Так вот аккуратно говорится. Это обозначение красивое, такое зимние пловцы. На прошлой неделе знаем, что традиционные крещенские купания прошли и тоже достаточно много людей окунулись в холодную воду. Ваше общество как-то связывает себя с крещенскими купаниями или Вы от них не зависите никак и сами по себе нет такого, что начало сезона в это время? Нет, сезон у нас начинается уже в октябре. Открытие сезона обычно происходит первое воскресенье октября. Что касается крещения, я бы сказала, что среди моржей, среди зимних пловцов есть две такие группы, одни, которые действительно православные люди и которые действительно крещение для них, так сказать, святое дело. И есть моржи, которые неправославные среди католиков, среди лютеранов, крещения, но не такая уж популярная традиция, но которым это просто интересно ночью 12 часов оконуться в проруби вместе со своими коллегами православными, это такая традиция, которой действительно моржи тоже занимаются. Ну, мы пару лет тому назад организовали такие общие мероприятия в Юрмале, в Булдуре, когда крещение было ночью как раз, но потом мы поняли, что там приезжает очень много людей, которые не моржи, они заходят ночью в темноте в море, и мы никак не можем посчитать, сколько зашло, сколько вышло обратно, да. Это, конечно, всё-таки немножко рискованно ночью в холодной воде. Так что вот такие большие мероприятия мы не организуем. Ну, вот мы сами вместе, скажем, с родными, если есть такое желание, то в некоторых местах происходят вот эти крещенские такие мероприятия. Если говорить в целом про этот сезон, знаем мы, что зима тёплая была, необычно такой тёплой зимы нет, как вы в этом году к этой ситуации приспосабливались? Ну, знаете, если сказать с точки зрения морожей, то нет ничего такого особенного. Если, скажем, был бы холод минус 20 градусов, то вода была бы, скажем, ну, ниже нуля. Ну, если ниже нуля, это лёд, это понятно по физике. А если плюс 3, плюс 5 градусов, то вода где-то плюс 2 градусов. Тогда разница там очень небольшая, так не почувствовать разницу между нулевой температурой и температурой там плюс 2, плюс 3 градусов. С одной стороны, конечно, легче зайти в воду, раздеться, зайти, если тепло. Ну, если очень сильный ветер, то это всё-таки неприятно. А если уже большой холод, то, в принципе, вода же гораздо теплее, чем воздух. Может быть, даже кому-то даже легче зайти тогда, искупаться. Ну, так что у нас обычный сезон, идёт всё по плану, как это должно быть. И мы как раз встречаемся сегодня, и уже через 3 дня, субботу, 27 января, в Лепой, начнётся чемпионат Латвии по зимнему плаванию. Я вчера говорила с организаторами, с Лепойским клубом «Велоруанис», который организует чемпионат вместе с Лепойской самоуправлением, и они сказали, что зарегистрировалось, ну, почти 2 сотни плавцов из Латвии, и поскольку это открытый чемпионат, то и из-за границы, из Белоруссии, из Великобритании, и, если я правильно поняла, то даже из Монголии, из других стран. Так что будет такое мероприятие большое, субботу, кому интересно, особенно лепочанам, оно происходит в водоёме в Берлине, ну, там обычно такие соревнования происходят, и мы, конечно, этому готовимся. Ну, вы говорите, пловцы – это вот именно прям плавание-плавание, или это всё-таки купание больше? Нет, если это соревнования, то это действительно… Есть дистанции, в которых спортсмены плывут, ну, это кто быстрее проплывёт, да, кто-то победитель. Дистанции 25 метров – это самая такая популярная, 50 метров, и потом уже есть и дистанции, которые мы называем длинными, это 100 метров, 200 метров и 450 метров. Там уже такие профессионалы, наверное. Ну, не смысл профессионалы, но чтобы проплыть 200 или 450 метров, конечно, там надо серьёзно готовиться. Врач проверяет перед заплывом состояние здоровья человека. Ну, в Латвии есть довольно много морожей, которые это могут сделать. Ну, если насчёт соревнований, то ещё скажу, что в начале марта, от 5 по 11 марта в Таллине происходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Смотрела в интернете, там зарегистрировалось где-то 700 пловцов, но ещё есть время, и, как известно, все люди обычно откладывают всё на последний день. До конца января там ещё происходит регистрация. Из Латвии много участников? Так трудно сказать, я так не посчитала. Ну, будут, конечно, в Латвии есть, по-моему, 10 клубов морожей, да, в разных местах Латвии, но есть индивидуальные плавцы, которые тоже там могут и участвовать в соревнованиях. Так что думаю, что, ну, будет из Латвии довольно много спортсменов. И, вообще-то, если есть такие две очень такие, ну, самые главные государства зимних плавцов, это Россия и Финляндия, то Латвия занимает, ну, скажем, не третье, не четвёртое, но пятое место точно. Популярность растёт вообще? Можно сказать, что в Латвии, да? Да, 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 с каждым годом, конечно, с каждым годом растёт, и всё, новые и новые плавцы присоединяются. Мы прервёмся сейчас на новости и рекламу. Не переключайтесь, скоро продолжим разговор. В гостстудии у нас сегодня председатель правления общества зимних плавцов Латвия-Срон и Сарма Кочина. Доброе утро ещё раз. Доброе утро. Говорим мы сегодня о зимнем плавании, о моржевании. Насколько легко войти в это общество? Надо ли какие-то справки от врачей или любой желающий может прийти и начать практиковать? В принципе, чтобы начинать заниматься моржеванием, если у человека нет каких-то специфических хронических болезней, я бы сказала, что может каждый, и хоть раз в жизнь залезать в прорубь или зимой просто в открытую воду, тоже может каждый человек, если он здоровый, и ничего плохого с ним не случится. Но потом он уже может решать, понравилось ему это или нет. Может, не после первого, но после третьего раза он уже будет знать. Таких примеров очень много. Я сама тоже начинала заниматься моржеванием в феврале, просто поехала на Юрмалу, и там моржи купались. Был тогда, в этой зимой, это было 15 лет тому назад, была прорубь, ну, море замёрзло, и я тоже залезла в эту прорубь, и мне это очень понравилось всё-таки, так я и продолжаю. Ну, чтобы стать членом общества, но главное то, что мы видим, что человек регулярно ходит, регулярно купается, и ему это понравилось, и он будет продолжать, тогда он может стать членом общества. Но у вас есть какая-то статистика, что члены вашего общества более здоровые, чем, например, другие люди, чем другие члены семьи, которые не практикуют моржевание? Я бы сказала так, что нельзя точно сказать, что моржи никогда не болеют. Ну, если, скажем, есть эпидемия какая-то, вирусы, да, и все там вокруг будут на моржах чихать, он тоже может заболеть. Ну, это все моржи подтверждают, что вот эти болезни происходят как-то легче. Это вот это заболевание, человек быстрее выздоравливает, или вообще там температуры нет, но он, может быть, там покашлял, насморк был какой-то, и он очень быстро выздоровел. Ну, по статистике это, наверное, трудно доказать, мы не потребовали там слыми и баслапас от своих членов, но это просто такое, это, ну, известное дело, что, конечно, моржи может заболеть, но есть и все такое мнение и не мнение, но это правда, если человек чувствует, что болезнь приближается, Вот так, к линклинам. Да, он бросается в прорубь, ну, тогда может быть и в одну сторону, и в другую. Это собственный риск, но часто это помогает, действительно, организм получает такую дозу, дозу такого моментального… Адреналина. Да, адреналина, и это помогает в том, что болезнь так и дальше не развивается. Если говорить о регулярности ваших встреч, это какие-то организованные встречи, вы договариваетесь, когда кому удобно, или там каждую субботу в 12 часов вы где-то встречаетесь и купаетесь? Это есть места, где мы встречаемся, где мы регулярно встречаемся, скажем, в Йормал и в Болдуре, мы встречаемся в воскресенье в 10 часов утра и купаемся в море. Ну, есть группа нашего клуба, отдельная группа, которая себя называет Тенгарагару, они Тенгараговские моржи, они купаются в Даугаве, но сейчас им сложнее, потому что лёд такой, что не пройти прорубь, не зайти просто в воду и не встать на лёд, чтобы сделать прорубь. Но они тоже как-то этим справляются. Или приезжают к нам в Йормалу, море ещё не замёрзло. Как люди реагируют на вас, если это всё-таки Йормала, останавливаются, смотрят, интересуются, или как-то без особого интереса уже мимо проходят и не обращают особого внимания? Мне так кажется, что в Йормале зимнее время, время не очень такое симпатичное, там есть люди, которые регулярно по воскресеньям бегают, ходят на велосипедах и едят. Они уже привлекли и ни к чему не удивляются. Есть, конечно, такие, которые приходят и спрашивают, а вы что, что такое. Что происходит. Да, что происходит. Недавно читала в интернете, там или в Твиттере, или в Фейсбуке наш министр, который из них там был, Рынкевич, по-моему. Министр странных дел. Да, он, по крайней мере, юрмальчанин мы знаем, да. Он поставил такую информацию, что что-то неизвестно, уму непостижимое происходит, ну или что-то так в этом роде. Ну, поэтому главу казалось, что там чуть-чуть не убийство на его глазах произошло. И он поставил там фотографии, где мы заходим в море просто купаться. Ну, на самом деле, обычно люди не очень-то реагируют, но каждый по-своему с ума сходит. Может быть, так они считают. В общем, вы стали героями Твиттера Рынкевича, получается, ваше общество. Ну да. Он так и не понял, что это общество. Он просто увидел людей, которые заходят в море. Но никто не вызывает там скорую, полицию? Нет такого, что там правда что-то? Мы купаемся рядом, там есть спасательные станции, Булдуры. Они нас не спасают, этого необходимости нет. Но, может быть, люди уверены, что это всё-таки под контролем. Там действительно спасатели зимой находятся. Так что скорую помощь никто не вызывает. Да, вот насколько могут вовлекаться в этот процесс, не знаю, дети или подростки? Вот что ваш опыт об этом говорит? Это, конечно, вопрос, который решают родители. И есть дети, которые купаются. И есть такое мнение, что дети быстрее приспособляются к этим... Перепадам. Их организм лучше приспособляется, чем организм взрослого человека. Ну, есть ещё и такие несколько случаев. То есть я знаю, что вот в семье есть ребёнок, который болеет астмом, очень тяжело. И родители уже испробовали, попробовали все средства, ничего не помогло. И решили вместе с ребёнком начинать купаться в проруби. Таких несколько случаев, я знаю. И всё, что за дети, выросли большими, здоровыми, крепкими, такими. Всё у них здоровье, с здоровьем порядка. Но я не хочу сказать, что вот, дорогие родители, все, у кого дети болеют астмом, давайте сразу в прорубь. Это уже вопрос родителя, как он сам решает, он за своего ребёнка отвечает. Но дети тоже всё больше и больше и в соревнованиях участвуют, да, в отдельной группе. И, ну, мы очень рады этому, что вот дети, которые даже моложе 10 лет, 7-летние, 8-летние, они тоже купаются. Ну, и закаляются, конечно. Но они с удовольствием, я так понимаю, для них тоже свой азарт такой. Да, конечно, конечно, ещё в соревнованиях участвовать, это же для них очень интересно. И борьба такая со слезами на глазах, да, это для них очень важно. Вот, ну, конечно, то, что я вообще участвую в таком мероприятии, ну, если я ещё какое-то место могу занять, то это вообще уже, конечно, для ребёнка очень, очень важно. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы. Председатель правления общества зимних пловцов Латвии Сроны, Сарма Кочина, у нас в студии. А есть случаи, когда дети привозят родителей своих? И после того, как уже дети заинтересовались, родители тоже, может быть, становятся моржами и зимними пловцами? Ну, так трудно сказать. Может быть, есть дети, которые уговорили своих родителей, что давай попробуем. Ну, если вдруг придёт к нам маленький мальчик или девочка и скажет, что вот я с вами буду купаться, но всё-таки мы скажем, что ну давай-ка вместе с мамой или с отцом приходи, такого не было. Ну, родители с детьми, дети с родителем действительно этим занимаются. Если мы говорим вот о вашем опыте, в принципе, вот можно ли сказать, что, не знаю, там с месяцами и с годами вы как-то уже чётко знаете, сколько времени нужно, как нужно действовать до того, как нужно готовиться, как после того. То есть вы уже полностью как бы в этом плане свой организм изучили? Вот, как вы говорили, каждый изучает свой организм. Я сейчас не скажу, что обязательно надо там в проруби находиться 2 или 5 или 7 минут. Каждый человек, если он этим занимается, он чувствует, как организм потребует, ну, какая есть потребность организма в этом, да. И даже об этом, как подготовиться, ну, чтобы зайти в прорубь. Есть люди, которые бегают, и потом уже прямо они в поту и заходят в прорубь. Есть, которые там только понемножку так гимнастикой позанимаются и заходят. Это тоже как кому лучше. Человек очень быстро это понимает. Ну, в принципе, организм нам очень подсказывает, что ему нужно. Другой вопрос, что мы уже научились организму своему рот закрыть, да. Ты только молчи, я лучше знаю. Ну, что касается моржевания, то каждый человек чувствует, ну, не надо сидеть в проруби до того, когда ты уже замерз и не можешь выйти, да. Так что первое, замерзают руки и ноги, они подальше от сердца. Организм концентрирует в таких экстремных ситуациях тепло все около сердца, чтобы сердце билось, да. И руки, ноги замерзают. Ну, тогда уже пора выходить, но не надо замерзать и самому. Сигнал. Можно ли назвать моржами людей, которые, например, в бане, мы знаем, что популярно погреться в бане, прогреться. А потом в прорубь, да, и потом в прорубь или в холодный пруд, там, в холодную воду. Ну, мы их моржами не называем, моржи тоже любят греться в бане, если есть такая возможность, но мы это делаем наоборот. Сперва в прорубь, и потом уже в бане, ну, и потом можно опять в прорубь. Если человек только после бани в прорубь бросается, ну, в принципе, никто не запрещает ему называть себя моржом, но это что-то другое. Ну, можно и так, но, конечно, это легче, да, после бани оконуться и сразу выходить обратно в бане. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира. Надо ли проходить какие-то, ну, как курсы, может быть, первой медицинской помощи, чтобы знать, во-первых, что с самим собой происходит, и если есть необходимость помочь тоже кому-то, если вдруг что-то, не знаю, ноги сводят, руки сводят, еще какие-то проблемы со здоровьем? Ну, в принципе, я бы сказала, что у нас не было таких случаев, что человеку там стало плохо или что-то такое. Ну, чисто теоретически это может случиться, если у человека есть какие-то, как я уже сказала в начале, хронические заболевания, которые, может быть, как-то, может вот этот шок повлиять на это. В принципе, ну, гораздо хуже человеку находиться, ну, скажем, в той же самой бане, где же действительно можно с сердцем плохо стать. Давление подниматься. В проруби такого, в принципе, не бывает. Ну, исключительно, если эти случаи, когда человеку есть какие-то проблемы со здоровьем. Так что, ну, есть среди нас, среди нас есть медики, есть люди, которые умеют оказывать первую помощь, да, могу сказать, теоретическими. Можем помочь друг другу, ну, поскольку такого не приходилось, не дай бог, надеюсь, что не придется. Это, ну, так, испытывать в конкретных случаях уже каких-то. Необходимости не было. Не было такой. Да, вот все-таки вот такое слово в первой части прометнуло – спорт. Вот все-таки это больше спорт или это вот как бы хобби, или это, не знаю, там, вот как занятие физкультурой? Вот все-таки. Ну, мы не очень над этим вопросом, так сказать. Дело неформулировка, да? Да. В принципе, мы считаем, что это спорт. Ну, такие уже официальные спортивные общества не очень хотят это признавать. Ну, как я уже сказала, происходят соревнования, есть международные ассоциации, все такое. Мы не очень-то переживаем о том, что нас, скажем, нет в Олимпических играх. Включения в Олимпийские игры вы не ждете? Ну, было бы хорошо, но я думаю, что это не так-то важно. Но я что хочу сказать? Конечно, есть очень многие маржи, которые на соревнованиях не участвуют и которые, может быть, даже плавать не умеют. Ну, они все равно регулярно маржуют, заходят в холодную воду. Так что, ну, первым образом... Я думаю, что в первую очередь это все-таки образ здорового... здоровой жизни. Здорового образа жизни, да. И, ну, если человеку интересно, то он может этим заниматься как спортом. Ну, это да, это хобби у человека, тоже так можно сказать. Вообще говоря, что это как наркотик, что если ты там попробуешь один-два раза, то уже потом не можешь остановиться, и какой-то азарт появляется, судя по обществу, людям, которые к вам приходят. Ну, один-два раза это может быть мало, но если уж человек пару лет этим занимается, что он, конечно, привыкает, и ему хочется этим заниматься. Просто потому что, ну, очень приятное ощущение после того, когда ты выходишь из проруби, тогда можно действительно чувствовать, что организму это понравилось, есть такое бодрое настроение сразу, ну, это приятно, да. Давайте примем звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Да. Знаете, я хотел такой вопрос задать. Не считаете ли вы, что, ну, моржевание – это больше фактор головы, то есть психологический фактор? Почему? Вот как-то вы, как бы рассказали, то есть утром зима, мороз достаточно сильный, прибегаю на Пурцемсеозерах, вот, и там, значит, приходят моржи, значит, они там, значит, прорубь, раздеваются, чем-то натираются, полотенце, готовятся. Ну, то есть, пока я там разминался немножко, готовились, ну, не знаю, ну, 10 минут, наверное, или 7 минут. Я прибежал, разделся, поплавал, причем поплавал, ну, достаточно много. И также не вытираясь, оделся, и, ну, очень большой мороз, и побежал спокойно домой. То есть, купаюсь я, не морж, но купаюсь абсолютно в любую температуру, по желанию. И так делают очень многие мои знакомые. То есть, может быть, за зиму три раза, два, четыре раза, но никаких. То есть, это чисто психологически. Если заставить себя зайти в холодную воду, мне кажется, ни один человек еще не заболевал. Заболеет от другого, от других, ну, факторов, но от холодной воды, мне кажется, никто не заболевает. То есть, холодная вода, это как по-настоящему стрессу. Даже такой факт, температура ангина, что делать? Залезай в ледяную воду, ледяную, на улице, в мороз. Организму стресс, температуры нет, ангины нет. Спасибо большое. Ну, и здесь только тут надо добавить, что на каждое индивидуально, да? Это не значит, что мы сейчас должны советовать ангину лечить вот таким вот областом, да? Нет, не будем советовать всем таким образом лечить ангину. Ну, я уже вначале сказала, что, в принципе, залезть в холодную воду, может любой здоровый человек, и ничего с ним плохого не случится. А в то же время мы тоже пользуемся такой поговоркой, что у человека все в голове, как уже вот наш слушатель сказал. Действительно, тогда, когда ты собираешься заходить в прорубь, как-то включается такое, ну, мысли немножко меняются. Иногда бывает, скажем, тоже зимой неприятно, метель, холодный ветер, хожу по улице, тепло одетая, думаю, ужас, какая погода. Если бы не сейчас надо было зайти в прорубь, это было бы не знаю что, но когда надо зайти, это уже другое дело. Так что, да, действительно, у человека все в голове. Как вы относитесь уже, к концу подходит наша программа, как вы относитесь к, ну, такой, мне кажется, популярной вещи, которые вместе идут, холод и алкоголь. Многие греются или после того, как искупались, или перед этим, чтобы, как это, храбрости набраться и на этот шаг пойти. Как вы к этому относитесь и в обществе зимних пловцов к этому относятся? Да, но это такое, я бы сказала так, что ни один себе уважающий морщ не пользуется алкоголем перед тем, как зайти в прорубь. Это только такое ощущение, что алкоголь греет. На самом деле это не так. Если уже человек выпил хоть немножко алкоголя, он уже не так точно контролирует ситуацию. Ну, после купания, если у кого-то есть, скажем, день рождения или Новый год, мы выпиваем шампанского, как в любой компании, да, ничего там нет такого. Я не скажу, что все моржи категорически не пользуются алкоголем, но это надо всем действительно заблюдать перед тем, как бросить в холодную воду, ни в коем случае нельзя пользоваться алкоголем. Бывали случаи, когда вот кто-то выпил перед этим, вы чувствуете, что идет от него какой-то запах алкоголя, ведет он себя не очень по-трезвому и как-то говорите, давай сегодня нет. Ну, скажем, в нашей компании я такого случая не помню, это уже такая традиция довольно давная. Не традиция, не традиция, это такое, ну, просто закон. И новые моржи, которые приходят, это знают и соблюдают это сама собой. То есть все правила каких-то придерживаются? Да, да, но есть несколько таких правил безопасности, которых надо соблюдать, но это в первую очередь. Ну, в конце напомним, что в Лепе состоится чемпионат. Да, 27 января чемпионат Латвии по зимнему плаванию. Все, кому интересно, попробовать, посмотреть, может быть, хотя бы, как это происходит. Да, там зрителей обычно довольно много, так что людям интересно, да. Спасибо большое, председатель правления общества зимних пловцов Латвия Сронес. Сарма Кочина была у нас в студии.